Город Петропавловск, арена Александра Винокурова. Матч между командами Кулагер, город Петропавловск и Горняк, город Рудный. К вашему вниманию, лучшие моменты матча. Ну, с самого начала, с самого старта матча началась вязкая борьба. Очень много длинных и неточных передач от обеих команд. Но, в целом, команда хозяев выглядела лучше. И в первом же серьезном моменте нанесла бросок по воротам. И нанесли. В этот момент были сдвинуты ворота. Главному арбитру матча потребовалось некоторое время на оценку ситуации. Но шайба была засчитана. Ну, и продолжили хозяева давить. Еще имели момент нападающие первого звена. Вот сейчас мы видели бросок Александра Ильина после паса Дмитрия Смогилова. Но этот бросок не участвовал успехом. Здесь быстрый выход и бросок с неудобного Евгения Щанкина. Здесь снова розыгрыш. Уже большинство получает команда хозяев. И не сумели хозяева реализовать его. Впоследствии было удаление и команды Кулагера. Здесь мы видим перехват и контратака. Отличный сейф Андрея Янкова. Два броска по его воротам. Здесь большинство уже розыгрыш. Команда из Рудного. И хороший силовой бросок Никиты Харькина. 1-1 сравнивает. Бросок сходу. Видим Воронин переводит на Никиту. И Никита Харькин хорошим мощным броском пробивает Андрея Янкова. В дальний угол залетает шайба. 1-1. Денис Тасюк. Хорошее обманное движение. Убирает защитника капитана команды. Горняка и наносит бросок. С чем спокойно справляется Ничевенко Вячеслав. Федор Хорошев имел несколько хороших моментов. Ну, в целом, обменивались. Обменивались контратаками. Довольно свободно чувствовали себя обе команды. После счета 1-1. Длительное время. Игра напоминала качели. Длинные пасы, неточные передачи, удаление и нереализация этих удалений. Контратаки, выпады. Здесь отлично сыграл голкипер команды Горняк. Просчитал время выхода. Смотрим силовой прием. Отличный применил. Защитник Кулагера. Ну, около 30 минут засушья. Данил Ищенко, молодой нападающий команду Кулагера, выглядел активно. Заработал два большинства на себе. Команда Кулагер не смогла их реализовать. Все качели, все те самые неточные пасы. Силовой борьбы очень много. Ну, игра ожила только в конце второго периода. На заброшенной шайбе от команды Кулагера. А так обе команды уже решили для себя. Горняк не вышел. Получается, в стадию плей-оффа. Кулагер будет ожидать игры с командой СРРК. Поэтому матч был спокойным. Но после пропущенной шайбы оживился и Горняк. И Кулагер побежал. Это после второй шайбы. Команда Кулагера здесь, видим, получил небольшую травму. Максим Волков. Пришлось немного подождать врача. И после чего Максим поднялся и присоединился к игре. Здесь курьезный момент. Шайба отскочила от борта. Вот сейчас мы наблюдаем большинство Горняка. Очень много имели шансов. Лобанов наносит бросок. Поворотом попадает в шлем Андрею Венкову. Тоже подает полосвремя. Голкиперу Кулагера восстановиться. Отличный момент. Хорошая передача. Хорошая передача. И на завершающем броске Власов передавал на Ахмед Валиева. Очень заметен был Руслан Ахмед Валиев в этой игре. Но не получилось ему забросить шайбу. Мы видим вторую заброшенную шайбу Кулагера. Дмитрий Смогила все сделал. Вышел на пятак, поборолся и на добивании забрал шайбу. И отдал ее на Стасюка. И Денис наносил бросок уже по пустым воротам. Смотрим из Могилов бросок раз. Бросок два. И пас на Стасюка. Здесь уже рука арбитра была поднята. И фалили на Измогилове. В случае, если бы шайба не была заброшена, большинство имело бы команда хозяев. Очень много моментов после этого началось у команды Горняка. Атаки посыпались одна за другой. Оживилась игра. Трибуны зрителей оживились. Смотрим за вбрасыванием. И бросок Лобанова. Опять попадание в шлем Андрею Янкову. Оба попадания. Оба от Ильи Лобанова. Защитника первого звена. И смотрим здесь уже на последний штурм. Бросили все свои силы. Отставили ворота пустыми. Ребята из Рудного. Ну и качественная игра Евгения Попитича. Обыграл он двоих. Забрал шайбу. И идеальной подкидочкой вывел Власова Кирилла на бросок по пустым воротам. Фиксируем счет. Победа Кулагера на домашней арене. 3-1. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok